Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы Российской Федерации Владислав Иванович Егоров. Здравствуйте, Владислав Иванович! Добрый день! Здравствуйте! Во-первых, я бы хотел выполнить поручение Детей войны и других граждан Сарова, которые вас знают. Они просили поздравить меня, вас с избранием в Государственную Думу. А вот для тех горожан, которые еще вас не знают, я попрошу вас кратенько рассказать о себе, где родились, где учились, где трудились и как пришли в политику. Ну, я родился в Нижегородской, Горьковской области еще, в городе Павлова. И затем учился в нашем Нижегородском университете, исторический факультет. Закончил там же, потом продолжил обучение в аспирантуре. Срочная служба в Советской Армии была, сержант запаса у меня так и осталось звание. Да, на офицерские должности, что называется, я уже не пошел через военную кафедру, хотя такая возможность была. Ну, а после окончания аспирантуры, защиты диссертации кандидатской, я уже занялся преподавательской работой. 20 лет преподавал в университете Лобачевского на разных факультетах, кафедрах. Ну, и параллельно занимался политической работой, сразу после защиты диссертации этим занялся. Мой научный руководитель был Николай Анатольевич Бенедиктов, профессор, и тоже он дважды был депутатом Государственной Думы. Первый секретарь был обкома КПРФ в конце 90-х годов. Ну, и вот уже с 2006 года я был депутатом Законодательного собрания Нижегородской области. То есть, в общем-то, в марте я этого года отметил свое депутатское совершеннолетие. Ну, честно говоря, такой уже старожил, что сравнивать тяжеловато даже с кем-то из действующих депутатов. 18 лет это очень много. Ну, и вот так получилось, что сейчас делегируем партии на работу в Государственную Думу. Там сейчас являюсь заместителем председателя Комитета по аграрным вопросам. Вот вы знаете, очень здорово, что вы не утратили связь с Нижегородчиной. Вы остались первым секретарем Нижегородского оригинального отделения КПРФ. И долгое время действительно были депутатом Законодательного собрания. А вот сейчас, в новой своей роли, вы ставите перед собой какие-то другие задачи? Как помочь нашей области, как помочь, в частности, Сарову? Вот какие эти задачи? Вы знаете, задачи, в общем-то, те же. Просто инструменты, механизмы их достижения изменились. Я надеюсь, что пребывание и работа в Федеральном собрании, она даст возможность принести больше пользы нижегородцам. Действительно, работая в Законодательном собрании, будучи руководителем фракции, заместителем председателя Законодательного собрания, заниматься приходилось самыми разными социальными проблемами. Ну, могу сказать, что за эти там почти два десятка лет, благодаря нашим жителям, их наказам, их обращениям, в общем-то, сформировалось емкое и достаточно такое масштабное представление о тех проблемах, которые людей сегодня в регионе волнуют. Начиная от работы, заканчивая коммунальным хозяйством, медициной, образованием, аграрным сектором и так далее, и так далее. Поэтому постараюсь использовать те наработки и навыки, которые здесь в регионе получил, для того, чтобы на федеральном уровне усилить эту помощь региону. Но, в частности, вот уже сейчас добиваемся того, чтобы все-таки началось строительство онкологического центра в Нижнем Новгороде. Долгожданная задача, значит, и на председателя правительства направлено мною обращение в связи с этим. Надеюсь, что здесь будет подвижка. То есть, собственно говоря, все свои силы по-прежнему направляют на то, чтобы улучшить качество жизни, повысить жителей региона и Сорова в том числе. Хорошо. А вот я лично знаю, для наших телезрителей, вот расскажите конкретнее о вкладе нижегородских коммунистов в обеспечение достойной жизни беженцев с Украины. И о вашем вкладе в помощи бойцам СВО. Ну, вы знаете же, да, что практически с первых дней, когда началась, ну, по сути дела, военная кампания еще в 2014 году, после Киевского Майдана II, и ополченцы, добровольцы в то время Донбасса, Луганской, Донецкой республик боролись с, значит, вот теми, кто посягал на их независимость и свободу. Наше региональное отделение, так же, как и партия КПРФ в целом, конечно, оказывала всемирную помощь нашим товарищам. У меня, например, помощница была, значит, как депутата, да, заместителем руководителя милиции Луганска. Значит, мы взаимодействовали с отрядом призрак покойного ныне героя Мозгового Алексея. Есть благодарственные письма. Это еще все времена, вот, 14-го, 16-го, 17-го годов. И мы не прекращали эту помощь. На протяжении всех уже, там, 10 практически лет собирали средства, отправляли туда все необходимое, начиная от гуманитарных грузов, там, библиотекам, значит, детским садам, детям, там, подарки новогодние, и заканчивая, конечно, той техникой, которая нужна для обороны была нашим бойцам. Ну, и, конечно, когда в 22-м году началась специальная военная операция, наша активность в этом вопросе, она только усилилась, развелась. Мы ежемесячно участвуем в гуманитарных конвоях, которые организовывает Центральный комитет партии. Направляются они, как правило, из совхоза имени Ленина Грудинина в Подмосковье. Вот, ближайший конвой у нас будет 28-го апреля, до этого был в конце марта. Каждый месяц все собранные средства коммунистов Нижегородской области, жителей Нижегородской области мы направляем на приобретение тех продуктов, товаров, вещей, которые действительно необходимы фронту. Тот лозунг, который был когда-то объединяющим, мобилизующим для всей страны в годы Великой Отечественной войны, все для фронта, все для победы, он сегодня как никогда актуален. Потому что мы уверены, без всеобщей мобилизации ресурсов, без всеобщего объединения сил для достижения победы, конечно, рассчитывать на успех в такой мощной кампании, которую мы сегодня ведем против, по сути дела, всей Европы, всего коллективного Запада, не приходится об этом даже думать. Поэтому оказываем помощь и госпиталям, у нас госпиталь есть и в Нижнем Новгороде, и в Мулино филиал, где раненые находятся на лечении, оказываем помощь вынужденным переселенцам с Новороссии, которые в разных у нас районах Нижегородской области продолжают еще жить, прибывают уже и новые, в том числе из прифронтовых российских регионов, таких как Белгородская область. Все это в зоне нашей повышенной особой ответственности, снабжаемым всех необходимым, начиная от бытовой техники, стиральных машин, это крайне необходимые вещи, и заканчивая, конечно, тем, что нужно фронту. Все это делаем на регулярной системной основе. Прекрасно, вы очень подробно все рассказали. Владислав Иванович, а вот у вас действительно сейчас начинаются новые этапы в работе и в жизни. А вот если посмотреть на тот этап в ЗАГС собрании, есть удачные проекты, а есть то, что еще предстоит доделывать. Вот из того, что не доделано, вы можете сказать, какие проблемы существуют, которые еще не успели вы реализовать? Ну, на самом деле, конечно, возглавлять оппозиционную фракцию в ЗАГС, это, я считаю, достаточно ответственная и сложная задача. Потому что количество депутатов в нашей фракции, она, конечно, менялась от 4 до 12 в разные созывы, но все равно это всегда было меньшинство по отношению к 50 депутатам в целом, которые составляют представительные органы. И тем не менее, даже находясь в таком меньшинстве, фракция КПРФ всегда находила возможность принятия тех или иных законопроектов, которые действительно нужны нижегородцам. Доказывали, не с первого раза. Вы сами сказали в самом начале по поводу детей войны. Ведь закон о детях войны впервые наша фракция вносила аж 15 лет назад. Да, да, да. И тем не менее, два года назад этот закон появился, появилась категория «Дети военного времени». Мы, кстати, сейчас внесли очередной раз предложение о том, чтобы к 9 мая была выплата детям военного времени. Так как это действует во многих регионах страны, мы всегда анализируем опыт других субъектов. Но и в этом направлении есть куда двигаться. Нам удалось добиться также два года назад многократного увеличения выплат к 9 мая, например, просто участникам и ветеранам войны и труженикам тыла и многим другим категориям. О достижениях-то как бы приятно всегда говорить. Вы задали правильный вопрос. Чего, как говорится, хвастаться тем, что уже было, надо говорить о том, что нужно сделать. Таких проблем действительно много. Я считаю, что среди них, как показала, например, ситуация ушедшей зимы, одна из главных сегодня – это проблема с коммунальными сетями, которые просто рвались по всей стране за только первые две недели января, 2,5 тысячи крупных аварий по стране. Ну и в Нижнем Новгороде и в других городах области тоже происходили подобные эксцессы, ну и вплоть даже до травматизма уже, так сказать, там чуть ли не гибели людей. Это ненормально. Абсолютно нужно принимать экстренные меры для того, чтобы эту ситуацию исправить. Работаем над этим. Да, появилась, наконец, в том числе при нашем участии федеральная программа модернизации коммунальных сетей и Нижегородской области выделены первые там несколько миллиардов на ее реализацию. Мы считаем, этого недостаточно. Будут проходить большие публичные слушания, парламентские виноватые слушания в Государственной Думе в июне. Наша фракция подготовила там много интересных, я считаю, предложений по изменению жилищного кодекса. Ну, я понимаю, что Саров в этом плане может быть чуть более благополучный город, хотя, может быть, зрители даже с этим не согласятся, да. Но, во всяком случае, все равно мне вот сегодня на встречах стало понятно и известно, что стоимость квадратного метра жилья, например, в Сарове сегодня зашкаливает совершенно. 170-180 тысяч. Да, в Нижнем Новгороде тоже на первичном рынке где-то 183 тысячи рублей квадратный метр. Купить молодой семье совершенно невозможно, так сказать, такое жилье. А мы понимаем, что решение жилищной проблемы – это ключ к решению демографической проблемы, о которой президент говорил недавно в своем послании, как об одной из главных проблем. Не случайно этот год у нас назван годом семьи в России, да. Вот фракция КПРФ тоже видит среди своих задач, конечно, задачу, значит, удешевления, безусловно, жилого фонда за счет строительства арендного жилья и, прежде всего, конечно, за счет строительства социального жилья. У нас, например, есть региональная программа оказания субсидий, выделения субсидий молодым семьям, но она почти не работает. Понимаете, здесь нужны, так сказать, новые драйверы, новые механизмы для того, чтобы запустить эту программу на новом уровне. У нас есть эти предложения. Естественно, мы предлагаем для решения демографической проблемы и другие варианты. Вот сейчас внесен проект закона увеличения регионального материнского капитала при рождении третьего ребенка и последующего каждого ребенка. Мы уже неоднократно вносили эту инициативу. Я очень надеюсь, что так же, как в случае с детьми войны, вода камень точит, и мы получим этот результат в ближайшие два месяца. Не хочу, что называется, немножко так впереди бежать, но очень надеюсь, что нижегородские наши многодетные семьи порадуются, ну, хотя бы немножко облегчение там будет, произойдет им выплата по регионам от капитала в середине года увеличится в области. Вот можно долго разговаривать об этом. Вы понимаете, что направлений очень много, самых разных. Мы стараемся все наказы жителей, кстати говоря, у нас даже был проект закона о наказах избирателей, который, к сожалению, не был принят в свое время, а я уверен, что к нему необходимо возвращаться, потому что депутаты, ну, наверное, тоже со мной согласитесь, да, обязаны не только в период предвыборный что-то обещать и потом, так сказать, там, да, как-то общаться с избирателями, а они должны на протяжении всего своего пятилетнего срока полномочий ориентироваться и исходить именно из адресных потребностей людей. Когда мы принимаем закон, первое, что я задаю в качестве вопроса, а что от этого закона простому человеку будет, как бы, да, улучшится ли его жизнь, в чем это улучшение? Если нет ответа на этот вопрос, может быть, и не нужен такой закон. Правильно. Мы возвращаемся к хорошему советскому опыту. А вот то, что вы поднимаете неподъемную проблему ЖКХ, успехов вам и мужества, потому что действительно ее все боятся трогать. А вот мы плавно переходим к следующему вопросу. Вы не первый раз в Сарове. Какие впечатления у вас от нынешнего посещения? У нас-то глаз замылился. Что понравилось, что не очень? Сказать, что я там как гость приезжаю в Саров, наверное, это не так. Так, вот сегодня делегация Комитета по науке и высшему образованию Государственной Думы, там в основном все люди из других регионов, из Москвы. Для них это, наверное, было, ну, все-таки каким-то первым открытием. И я здесь тоже как свой уже, как житель Сарова, по сути дела, тоже представлял им, что вот это вот наш там такой замечательный наукоград. Но, тем не менее, конечно, бываю здесь не так часто, и поэтому есть возможность во временных этих отрезках почувствовать и какие-то изменения. И мне хотелось бы, я ведь, как всегда, опять же, хвалить просто, а давайте вместе сделаем так, чтобы стало лучше, да. Так вот, мне бы хотелось, конечно, чтобы тот же жилой фонд, которого здесь все-таки в таком, ну, старом, если не сказать уже даже ветхом варианте, немало, да, в центре в том числе, все-таки, чтобы он постепенно замещался и качественным, и доступным жильем. Ну, вот нужно создать комфортные условия людям. Мне кажется, в Сарове живут замечательные совершенно люди с очень высоким уровнем образования, с высоким уровнем культуры. Есть большой потенциал для развития этого города, как не просто наукограда, как мы привыкли о нем говорить, а как действительно комфортного, удобного для людей развивающегося, и в том числе развивающегося в своей инфраструктуре, дороги, да, там, какие-то коммуникации, чтобы были заменены, чтобы, ну, люди почувствовали себя действительно, что они живут в городе будущего. А вот еще такой вопрос. Вот в названных проблемах какую роль вы отводите местному отделению КПРФ? Не такому многочисленному, но, тем не менее, вот какова основа, какова роль наших местных коммунистов? Я очень давно знаю местное отделение и коммунистов, и очень высоко их уважаю ценю. Я вообще хочу сказать, что не только члены партии КПРФ, у нас большое количество сторонников, у нас большое количество членов общественных организаций, с которыми мы взаимодействуем. Они являются нашими соратниками, соработниками, да, это и движение «Надежда России» женской, и «Дети войны», и «Комсомол», «Союз советских офицеров», у нас замечательное культурное общество «Русский лад» и многие другие. Поэтому вот нужно, мне кажется, сегодня развивать вот эту гражданскую инициативу и желание, стремление людей улучшить свою жизнь. Для этого как раз партия в регионе и на местах старается обращаться к неравнодушным людям, чтобы они становились нашими сподвижниками, сторонниками. Я искренне приглашаю всех тоже к сотрудничеству с нами. Поверьте, что мы делаем только добрые дела, и, конечно, мы стремимся к тому, чтобы качественно улучшить жизнь населения. Но перспективы, я думаю, конечно, в Сарове у коммунистической партии есть. Это город с такими славными советскими традициями. Он и возникал, собственно говоря, как именно советский город. И сегодня мы вспоминаем Сталина в связи с тем, что именно он стал, по сути, инициатором создания вот этого «Наукограда». Но и Берия здесь в фамилии появляется обязательно как куратора атомного проекта. Харитон, многие другие выдающиеся советские ученые и политические деятели. Без этого мы бы сегодня с вами, не знаю, как бы противостояли всему тому, что происходит в мире. А вот глядя на этот ядерный щит, думаешь о том, насколько прозорливо было советское руководство, которое в условиях разрухи после войны, тем не менее, пожертвовав многим, аккумулировало все ресурсы для вот этого научного прорыва. И, конечно, Саров и сегодня является таким городом будущего. Я не случайно это словосочетание еще раз повторяю. Сегодня мы как раз общались с руководителями ядерного центра и представителями Росатома, и они, в общем, нацелены на то, чтобы здесь, вплоть до середины 21 века, был такой мощный прорыв как раз организован в научных технологиях с тем, чтобы мы добились технологического суверенитета и сумели противостоять вызовам, которые сегодня есть. Есть какое-то видение, чтобы не только Саров, но и близь расположенные регионы тоже подтягивались по уровню жизни. Проблема бедности и неравенства, да, она для всей страны сегодня необычайно больная, такая, скажем, тревожная, даже более чем тревожная. Наверное, где-то вот в одном уровне с темой снижения численности населения. Но ведь они, кстати, взаимосвязаны, эти две проблемы, да, потому что почему у нас рождаемость падает? В Нижегородской области она за первые три месяца упала еще на 4% по сравнению с прошлым годом, когда она упала еще на 5% и так далее до бесконечности. То есть мы, значит, рискуем потерять, это расчеты произвел Росстат, ничего не придумываю. К 2045 году Нижегородской области при таких темпах снижения рождаемости и численности населения потеряет еще 441 тысячу человек. С начала 90-х мы потеряли 600. Уже миллион. Уже миллион. То есть мы находимся перед опасной чертой опустения, да, дни черноземья, говоря шире, европейской России. И никакой миграции, конечно, мы этот процесс не поправим. Кто предпринимает? Почему, да, нужно сначала разбираться с этим? Ну, ответ совершенно очевиден. Это низкий уровень жизни большого числа семей, причем именно семей с детьми. И об этом даже вот премьер-министр на отчете в Госдуме прямо сказал. Он сказал, что основной сегмент в структуре, значит, бедных – это многодетные семьи. Как только семья становится многодетной, она сразу переходит на более низкий уровень обеспеченности. А ведь это неправильно. Если мы хотим изменить ситуацию демографическую, мы должны сделать так, чтобы, наоборот, рождение каждого нового ребенка обогащало семью. Понимаете? Стимулирование здесь должно быть не по остаточному принципу. Ну, давайте вот выделим, сейчас у нас 100 тысяч рублей при рождении третьего ребенка региональный материнский капитал. Ну, что такое? Вот мы с вами говорим квадратный метр жилья. Сколько стоит? 183. Полквадратных метра купишь на эти. Да, то есть нужно качественно вообще изменить отношение к этому. Нужно изменить отношение к уровню доходов населения. Нужно отказаться от этого символического мрота, который ничего на самом деле не гарантирует и не обеспечивает. Никакой это не прожиточный минимум, там, 15 тысяч рублей в месяц. Это все фикция. А ведь именно от этой фикции у нас рассчитываются и пособия, да, и зарплата и так далее. К сожалению, у нас медики даже, которые должны были по указам президента получать там солидные зарплаты, они сегодня бастуют и выступают там чуть ли не с коллективным заявлением об увольнении. Конкретный пример. Областная детско-клиническая больница в Нижегородской области, все медсестры, причем отделение химиотерапии онкологического, единственного в области, написали заявление об увольнении, у них зарплата ниже 20 тысяч рублей в феврале 24-го года. Мне приносит из той же детско-клинической больницы врач, педиатр, свою, как говорится, квитанцию о зарплате. У него оклад 15 тысяч копейками, а вместе со всеми доплатами выплаты он получил 22 тысячи рублей. Ну, как это можно представить? Поэтому, конечно, первое, что нужно предпринять, даже для того, чтобы решать проблему демографии, нужно сначала решать проблему бедности и неравенства. А решение для этого есть. Для этого нужно, во-первых, более справедливым сделать распределение доходов. У нас с вами действительно сегодня плоская шкала налогообложения, 13% НДФЛ для всех. Ну, установили там те, у кого больше 5 миллионов, 15%, но это ни о чем. Но даже за счет повышения для тех, у кого больше 5 миллионов в год НДФЛ на 2%, добавило в казну сразу более полутриллиона рублей. Понимаете? А если сделать это так же, как во всем мире делается? Если сделать, как предлагает КПРФ, прогрессивную шкалу налогообложения для сверхбогатых, установить очень высокие ставки бедных, освободить от налогов, появится дополнительный мощный резерв, ресурс, который можно будет использовать для существенного повышения зарплаты пенсии. Ведь почему люди жалуются на сверхвысокие тарифы на ЖКХ и на то, что они постоянно растут? Потому что доходы-то их не растут. Если бы доходы опережающими темпами росли, да кто бы жаловался? В Европе очень дорого жилье с точки зрения нашей, но там уровень доходов совершенно другой. Причем легальный, официальный. Там просто нельзя получать меньше определенного, не нашего прожиточного минимума, еще раз говорю, 15 тысяч, а действительно достойного уровня жизни. Вот когда государство наше перестанет смотреть на граждан только как на источник дохода и налогов, значит, да, по сути иногда даже просто бесплатные рабочие силы, у нас, ну что такое работать сегодня за 15 тысяч, это бесплатно. Потому что ты должен заплатить за квартиру, не дай бог ты заболел, и все. И ты уже даже поесть не сможешь. Поэтому, если государство не изменит свое отношение к населению своему, да, которые совсем не 9 миллионов там бедных у нас, извините, как говорит официальная статистика, у нас просто перестали считать по-старому, знаете, да, эту технологию. Раньше же рассчитывалось прожиточный минимум от потребительской корзины, сколько человек может купить реально в магазине. А сейчас, то есть сколько там товаров, по какой цене. А сейчас это взяли за основу совершенно абстрактную цифру, и от нее, не буду вдаваться в детали, но суть такова, что статистику можно подогнать. Но если вы общаетесь с людьми, которые получают копейки или вообще, так сказать, там работают в серую зарплату, дай бог сколько заплатят, если не заплатят, ну и ладно. То вот создается уже ощущение масштаба беды. Масштаба беды – это беда для всего государства. А в России бедных быть не должно вообще. По одной простой причине – самая богатая страна в мире не может плодить бедность. Это стыдно. Владислав Иванович, не хочется с вами расставаться, но я понимаю ваш насыщенный рабочий день. Нам остается надеяться на дальнейшие встречи с вами, может быть, даже и в Сарове почаще. Поэтому спасибо за то, что нашли время для нашего разговора. Спасибо, мне очень приятно. И я действительно планирую скоро опять побывать в Сарове.